Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя и я обожаю парфюмерию. Очень весеннее настроение. Фиолетовый, сиреневый, лиловый цвет моего джемпера. Последние дни погоды нас очень радовало весенним таким настроением, хоть и даже с дождем. Тем не менее, в воздухе веет весной. Необычно теплый и весенний у нас февраль выдался. И во многих странах и точках мира уже совсем скоро начнет свести сирень, я уверена. Потому что у нас уже на веточках набухают почки и уже даже виднеются в некоторых местах листики. Вообще это просто какая-то аномалия. Настроение весеннее и весна у меня напрямую ассоциируется с цветением жасмина, с цветением сирени, тюльпанов, нарциссов. Сегодня я хочу вам рассказать об одной из моих любимых нот в парфюмерии, а это сирень. Люблю я сирень и ароматы с ноткой сирени именно в то время, когда она цветет на улице. Потому что в другое время года в моей голове происходит диссонанс. И не все парфюмы с ноткой сирени, такой явной нотой сирени, я могу носить круглый год. Или в любое другое время года, кроме как весны. Хочу с вами поделиться ароматами с нотой сирени, которые есть в моей коллекции. Я которые очень-очень-очень сильно люблю и с удовольствием ношу. Первый аромат, который я хочу вам показать, наверное, кого-то начнет рвать от его вида. И это Ланвин Эклад. Аромат, который всех в свое время достал. Сейчас я его не слышу практически ни на ком. Все пользуются нишей, люксом. Уже практически никто не пользуется, особенно вот таким заезженным. И это меня очень сильно радует, потому что я этот аромат люблю. Я не люблю пахнуть, как каждый второй человек в общественном месте. Поэтому я кайфую от того, что он уже больше не популярен. Я уверена, что для кого-то это ароматное я. Для меня это просто волшебный домашний телесный аромат с ноткой мускуса и сирени. Я не часто задумываюсь, что внутри этого парфюма, потому что у меня в голове какой-то свой образ, чем он пахнет. Здесь есть зеленая сирень, чайный лист, пион, цвет персика, мускус, вистерия, пятигрейн, китайский асмантус, кедр и амбра. Никакой амбры и кедра здесь я вообще не слышу. Но определенно это парфюм о мускусе и сирене. И я думаю, что пион здесь играет немаленькую роль, потому что здесь есть такая водянистая, пионистая составная. То есть это пахнет не пионом, но он создает такую водянистую атмосферу. Если я хоть как-то донесла свою, понятно донесла свою вообще, что у меня в голове вызывает этот аромат. В общем, люблю его. Это уже не первый флакон и не последний, у меня даже есть запас. Это тот аромат, который всегда должен быть у меня. Он очень комплементарный, он не вызывает никогда никаких негативов. Очень приятная цена. Вообще просто без комментариев. Люблю вот этот аромат сирени, который я люблю в любое время года. Прям могу пользоваться реально летом, зимой, весной, осенью. Он всегда очень прям красиво подчеркивает женственный образ. Простой, ненавязчивый, тихий. Он обволакивает, согревает и освежает одновременно. Красавчик. Следующий аромат сиренью, который я обнаружила, что тоже могу носить, в принципе, и зимой. Что для меня было очень интересным открытием. Аромат, который я выиграла, выиграла на мероприятии парфюмерном бренд 1907 LILAGANZA. Это очень маленький, по-моему, чешский или словакский бренд. Словакский. Этот парфюм мне при первом затесте понравился. И я была очень рада, что я стала его обладательницей. И была в шоке, так как мероприятие было то ли поздней весной, то ли зимой. Я была в шоке от того, как он мне хорошо зашел. Именно в холодное время года и не весной. Такая красота. Я о нем рассказывала и его уже показывала. Это парфюм с сиренью. И сейчас я вам зачитаю нотки. Верхние ноты Нерали. И средняя сирень, роза, фиалка, базовый ванили, кедр. Я здесь не слышу Нерали. Я здесь слышу красивую, прохладную сирень. Чуть-чуть, прям вот совсем крупиночка ванили. И крем для тела. Для меня так пахнет крем для тела с ароматом сиренью. И это очень круто. Он супер нежный, женственный. Им хочется пользоваться. И перед сном, и в течение дня. Он создает такую атмосферу, как будто вы недавно приняли ванну расслабляющую. Нанесли на себя какой-то крем питательный. С ароматом сиренью. И вы такая расслабленная. Находясь в душевном равновесии. Чувствуете себя красиво, женственно. Вы за собой поухаживали. За своим телом и душой. И пахнете именно как Лила Ганза от бренда 1907. Следующие два аромата никак не могу носить в любое другое время года, как весной. О чем я говорила в начале видео. Парфюмы, которые я тоже уже не один раз показывала в своих видео. Дзинтерс Лайлак оф Рига и Булгария Аметист. Омнива Аметист. Эти два парфюма у меня напрямую ассоциируются с весной. С цветением сирени. Этот я уже не раз описывала аромат. Опишу еще раз. На случай, если вы не смотрели подборку моих весенних ароматов. Предыдущее парфюмерное видео. Аромат срезанных веточек сирени с куста. Которые вы принесли домой. Такую охапку этих веток. Поставили в горячую воду. В кипяток. И эти веточки несколько дней уже стоят у вас в комнате. Пахнут. Радуют вас. Некоторые цветочки уже осыпались или подвяли. Вода напиталась цветом этих веточек заваренных. В кипятке пожелтела. И вот общий букет этой вазы с цветами пахнет вот так. Не всегда этот аромат можно на себе вынести. Потому что он, я бы не сказала, что супер легкий и воздушный. С ним лучше соблюдать дозировку, быть осторожной. Но это невероятно красивый аромат сирени. Флакончик изящный. Удачно сделанный дизайн. Он чем-то напоминает флаконы от Марк Джейкобс. С такими кругленькими крышечками. Мне очень нравится, как он выглядит. Он выглядит женственно. Пахнет женственно. По-весеннему. Изящно. Красиво. Красота. Молодцы. И аромат, который я показала вместе с флакончиком Дзинтерс. Омниво Аметист. Но это, опять-таки, только цветение сирени. Период цветения сирени. Для меня это свежесть. Свежая вода. Прохладная. В которую покидали цветов сирени. Это все каким-то образом взбили. И это превратилось в облако. В такой прохладный пар. Как из увлажнителя воздуха. Для помещений. Это превращается в такое прохладное облако. Туманчик. С запахом сирени и мускуса. Мускуса очень нежного. Телесного. Это очень женственный образ. Туфельки-босоножки. Платьица тоненькая. Ситцевая. Какой-нибудь. В нем невозможно быть какой-то брутальный. В тяжелых ботах. Кожаной куртке. Прям с этим ароматом хочется быть. Женственный. Добрый. Спокойный. Радостный. Счастливый. И пахнуть именно так. Как бы я хотела, чтобы этот парфюм был более стойкий. Он совершенно не стойкий. Это было все на сегодня. Напишите, нравится ли вам нота сирени в парфюмах. И можете ли вы носить в какое-то другое время года, кроме как весны. Есть много классных, красивых, правдоподобных ароматов с этой нотой. Но, к сожалению, не все они носибельны. Некоторые настолько правдоподобны, что их носить невозможно, если только где-то распылить в помещении и наслаждаться. На этом все. Желаю вам всего хорошего. Всем мира и добра. Пока.